Уют, тепло, домашний очаг. Об отдельной квартире мечтает практически каждый, а дети-сироты особенно нуждаются в собственном жилье. С 2013 года детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей по достижении 18 лет, предоставляется жилье по договорам найма. Для этого молодым людям, либо их опекунам, необходимо собрать документы и обратиться в администрацию района. Специалисты органов опеки и попечительства консультируют и принимают заявления с августа этого года. А на межведомственной комиссии решается, кого необходимо поставить на очередь для получения жилья. В Чебоксарах до августа 2013 года дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, стояли в общей очереди на получение жилья. Сейчас произошло разграничение. Их выделили из общей массы нуждающихся в жилье и формируют отдельную очередь через органы опеки. Галина Дмитриевна – опекун двоих детей. Вот сейчас нас вызвали в отдел опеки Ленинского района. Пришла узнать, для чего. Объяснила Надежда Георгиевна, что постановление вышло по обеспечению детей-сирот жильем. Показала, какие документы нужно собрать. Сейчас, надеюсь, что поставят на очередь. Месяц полтора, пока решение будет, поставят или не поставят. После получения заветной квартиры первые пять лет невозможно совершать любые операции с недвижимостью. Это сделано для того, чтобы уберечь молодых людей от мошенников. В каждом районе города созданы межведомственные комиссии. Они занимаются постановкой в отдельную очередь на получение жилья детей-сирот, либо их представителей. В Ленинском районе города Чебоксар, говорят, не все заявления рассматриваются положительно. После августовской комиссии 13 детей поставлены на очередь, а семерым отказано и разъяснено, как можно это решение обжаловать. На сегодняшней межведомственной комиссии рассмотрели еще семь заявлений. Одно отложили. Шесть дел мы с вами решаем положительно и ставим на учет лиц, оставшихся без попечения родителей, на очередь для предоставления жилья благоустроенного и специализированного жилищного фонда по договору. Моисею сейчас 18 лет. Он учится в техникуме культуры. Проживает в социальной гостинице при Центре психолого-педагогической реабилитации уже второй год. До этого жил в Канажском детском доме. Молодой человек уже второй год собирает документы для того, чтобы его поставили в очередь на получение жилья. Орден просто утерянный. Без понятия, как его восстановить. Я пытался как-то решить этот вопрос. Ходил в ЖКХ. Мне там объясняли, что нужна выписка из лицового счета. Я приносил. Потом запросили прийти с квартиросъемщиком. С той квартирой, в которой я прописан. Он сейчас сам не в состоянии прийти туда. И поэтому как-то так до сих пор остановлен. Молодой человек надеется, что скоро его вопрос решится положительно. И он тоже будет в очереди на получение квартиры. А Володя живет в социальной гостинице всего месяц. Он уже стоит в очереди на получение жилья. Об этом позаботились специалисты Чебоксарского детского дома, в котором молодой человек жил до этого. В детском доме в 2012 году я выпускник. Ушел оттуда. И насчет квартиры я узнавал у них. Они мне сказали, ты поставлен на учет. И они сами собирали документы на квартиру и сами отнесли туда. Обещали предоставить в этом году жилье. Возможно, после создания районных межведомственных комиссий дела этих и других молодых людей, нуждающихся в жилье, будут продвигаться быстрее. И они все-таки получат ключи от собственной квартиры. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова